Здравствуйте! В серии роликов я рассказываю о том, как помогать родному каналу. Мы не финансируемся госбюджетом или крупным бизнесом, а только вами, нашими телезрителями. Чтобы помочь каналу «Союз», можно воспользоваться платежным терминалом, онлайн-переводом, переводом на карточку Сбербанка или СМС-платежом. Последний способ, вероятно, самый простой. Сейчас я расскажу о нем подробнее. Первое, что важно напомнить, это что деньги списываются именно с мобильного телефона, а не с банковской карты, если она к нему привязана. Второе, по требованию сотовых операторов денег на счету должно быть больше, чем сумма пожертвования. Например, хотите пожертвовать 50 рублей, на счету у вас должно быть не меньше 70, а если 100, не меньше 120 и так далее. Третье, у вас не должна быть отключена услуга мобильной платежи. Узнать это можно в справочной своего сотового оператора. Платежи принимаются от абонентов федеральных сотовых сетей МТС, Билайн, Мегафонт или 2. Чтобы совершить пожертвования, нужно отправить СМС с текстом «Союз» на номер 5115. При этом неважно, как именно будет написано слово «Союз», строчными или заглавными буквами, можно даже на латинице. В ответ вам придет запрос на подтверждение платежа. Придет со служебного номера сотового оператора. У МТС это 6996. У других операторов это может быть другой номер. Не пугайтесь. В этом служебном сообщении вас попросят подтвердить или отказаться от платежа. Чтобы подтвердить перевод, нужно просто ответить с любым текстом. Я обычно отвечаю знаком «плюс». После подтверждения сумма пожертвования снимается с баланса вашего телефона, и вам приходит благодарственный СМС. Обычно операторы за весь этот СМС-диалог денег не берут. Но если уж взяли 1, 2, 3 рубля, не расстраивайтесь. Вы сделали доброе дело, а сотовый оператор вам в этом помог, предоставив удобный СМС-сервис. Все, пожертвование совершено. Завтра эти деньги поступят на счет телеканала, и мы сможем продолжить вещание. Из бегущей строки вы знаете, что у нас есть второй короткий номер 7715. Им можно воспользоваться, если с 5115 что-то не получается. Там все то же самое, только слово «союз» в СМС-ке может быть написано русскими буквами. Что делать, если платежи не уходят ни на один из этих номеров? Первое. Позвонить в службу поддержки сотового оператора и выяснить, может быть у вас заблокированы платные СМС. Если они отключены, попросите включить. Напомню, что и денег на счету должно быть с запасом. Если же и денег на счету достаточно, и мобильные платежи подключены, а списание не производится, то я могу посоветовать только выбрать другой способ пожертвования. Потому что по опыту общения с сотовыми операторами, они не разбираются в проблемах одного конкретного абонента. И почему именно у вас не получается отправить платную СМС-ку в помощь «Союзу» никто не скажет. Но это не повод для расстройства. При желании помочь способ всегда найдется. И немного статистики. Казалось бы, СМС-ками много не нажертвуешь. Действительно, никто из нас не держит на счету мобильного телефона большие суммы. А между тем, в день пожертвования совершает до 300 человек. А это уже очень серьезная помощь. Спасибо себе, Господь, за то, что мы есть.